МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 2 июля. В студии работает Андрей Тенет. Аккуратко о главных событиях. Почти всю неделю улицы Тимиртау утопают в дождевой воде. По словам городских властей, причина – в частых дождях и забитых водопропускных коллекторах. 152 тонны сельхозпродукции выставили карагандинцы на ярмарке в Астане. В честь 20-летия столицы в Астане была организована сельскохозяйственная ярмарка от карагандинских фермеров. 30 молодых дамбристов порадовали карагандинцев своим искусством. В областном центре отметили Национальный день дамбры. И теперь подробнее об этих и других событиях. Почти всю неделю улицы Тимиртау утопают в дождевой воде. По словам городских властей, причина – в частых дождях и забитых водопропускных коллекторах. Жители города Металургов опубликовали в соцсетях множество видеороликов, в которых ярко отражены масштабы бедствия. Ребят, походу на работу не попасть. Просто технодом на том берегу, а мы на этом. А здесь река сейчас. Участок автодороги по проспекту Металургов возле Центрального универмага, а также перекресток проспектов Республики и Комсомольского. Именно здесь скапливается больше всего воды во время таяния снега и летних дождей. Тимиртаусы предполагают, что после проведенного ремонта дорог укладчики асфальта в некоторых местах закатали ливневки, и воде некуда уходить. В городском отделе ЖКХ заявили, что ливневки в порядке, а вот подземные трубы забиты. Скорее всего, это в коллекторах, выпускные коллекторы, так называемые, они диаметром местами до метра доходят, а местами 300-400 миллиметров. Эти коллекторы годами не содержались, вернее, не очищались. Эти коллекторы, скорее всего, они подземные, находятся в глубине 3,5-4 метра. В этих коллекторах есть проблемы. Решение здесь может быть только одно – прочистка выпускных коллекторов. Вот только работа эта потребует немало денег, да и времени это займет не один год. Так что в отделе ЖКХ пока не могут гарантировать, что подобное не повторится. При сильных осадках, в любом случае, возможно, кратковременные вот такие воды на дорогах будут. Это кратковременные. Она уйдет в течение полчаса-сорок минут. Проблемные места, что обозначил, мы будем уже решать вопрос, как снять вопрос. Андрей Теншал, Каралтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Заключенный следственного изолятора нанес себе телесные повреждения. В настоящее время он помещен в областной медицинский центр. Что это было – акция протеста против режима или способ смягчить себе пребывание в тюрьме, расскажет наш корреспондент. Родственники некоторых подсудимых и заключенных в Карагандинском следственном изоляторе заявили, что в минувшую субботу здесь произошло массовое избиение заключенных, после которого многие попали в больницу. Но, как водится, правда оказалась далеко от домыслов. По словам руководства учреждения АК-159-1, 30 июня происходил обычный досмотр жилых помещений. В это время один из заключенных воткнул гвоздь себе в живот. Есть даже видео, когда он лежал в камере, и он сам себе пробил. В тот момент прибыла следственная оперативная группа Центрального отдела полиции города Караганды. Это факт, они зарегистрировали. Мы его не скрыли, мы официально эзакуировали, вызвали сок. Они приехали, в видео посмотрели, материал весь они свой забрали. Это он сам. Даже ему по видео видно, один осужденный ему помог это даже сделать. Видео есть. Стоит отметить, что информационную волну на эту тему пытались поднять родственники заключенных. Они же первыми обратились к журналистам. Однако, узнав правду, они отказались давать интервью и отключили телефоны. Миром Гульсал Кимбаева, Андрей Теншел, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Здесь два этапа. Депутат ПЧС рекомендует устанавливать на окнах специальные фиксаторы, не позволяющие створки открываться чем на более несколько сантиметров. Также рекомендуется не устанавливать в возе окон различную мебель, не ставить детей на подоконники. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Продолжаем выпуск. 152 тонны сельхозпродукции выставили карагандинцы на ярмарке в Астане. В честь 20-летия столицы в Астане была организована сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представили фермерские хозяйства и предприятия Карагандинской области. По ценам ниже рыночной. По традиции, в канун дня рождения столицы карагандинские фермеры порадовали астанчан своей продукцией. На ярмарке, которая состоялась на минувших выходных, сельхозтоваропроизводители выставили продукцию в объеме более 152 тонн. Яйца и рыбу, мясные, молочные и хлебобулочные изделия привезли более 80 фермерских хозяйств районов и городов области и предприятий, таких как Карагандинан, молочная фабрика Натиже, Евразианфос, Бедайнан и фирма Тулпар. Вся представленная продукция очень качественная. Имеются ветеринарные сопроводительные документы. Следует подчеркнуть, что и цена соответствует качеству. Изделия продаются по цене ниже рыночной на 15-20%. Многие фермерские хозяйства превратили участие в ярмарке в добрую традицию. К примеру, Жанат Жузбаев привозит свою продукцию уже четвертый год подряд. В канун 20-летия нашей столицы мы решили поучаствовать в этой ярмарке и привезли в Астану тонну кумыса, 250 килограммов курта, 300 килограммов творога, жент и многое другое. С 7 утра приходят местные жители и приобретают нашу продукцию. Спрос велик, потому что у нас очень низкие цены. В этом году сельскохозяйственная ярмарка проходила на территории спортивного комплекса «Казахстан». На торговой площади установили 50 палаток, в которых жители и гости столицы могли приобрести все лучшее, что есть в Карагандинской области. Спасибо Караганде, что приехала к нам, что привезла недорогие товары, очень вкусные. Я попробовал баурсак, очень хороший, вкусный мясо, недорогое. Знаете, с чем еще мне эта ярмарка нравится? То, что здесь разнообразие другое, то, что невозможно купить у нас в городе, в Астане. А я покупаю именно вот здесь. И цены, да? Да, цены. И очень приятные, как сказать вам, продавцы. Чистенькие, аккуратненькие и очень доброжелательные. Специальную концертную программу подготовили творческие коллективы Асакаровского, Абайского и Нуринского районов. Также в рамках проведенной ярмарки покупатели угощали кумысом и баурсаками. Напомним, сельскохозяйственную ярмарку приурочили к празднованию 20-летнего юбилея Астаны. Мероприятие продлилось два дня – 30 июня и 1 июля. Следует отметить, что очередную масштабную сельскохозяйственную ярмарку карагандинцы организуют в Астане осенью текущего года. В Караганде состоялось празднование Национального дня Домбры. Организаторами выступили молодежное крыло «Жасотан», молодежный ресурсный центр Караганды и Международный общественный фонд «Наследие кочевой цивилизации». На площадь перед торговым домом Арбат звали всех карагандинцев, желающих впервые отметить Национальный день Домбры. Пришли дети, которым не чужд этот инструмент, а также взрослые, которые хоть и не умеют играть сами, зато готовы с удовольствием слушать, как играют другие. На импровизированной сцене под открытым небом группа детей исполнила самые известные киевы казахского народа. Мы обратились к нашим карагандинцам с призывом провести такой небольшой флешмоб. И вот сегодня мы видим, что это было очень хорошо поддержано со стороны молодежи. У нас порядка 20 домбристов, которые сегодня пришли. Очень много было положительных отзывов и комментариев в таких популярных пабликах в социальных сетях. И я думаю, что это первое мероприятие, которое мы запланировали на таком уровне, и думаю, что оно станет на самом деле таким большим и очень добрым и традиционным мероприятием. День, национальный день Домбры. Детей, принявших участие в мероприятии, наградили призами. В жизни каждого из них Домбра занимает особое место. Некоторых влекло к этому инструменту с самого начала. Других же начать играть на Домбре призвали родители. Сегодня и всех объединяет любовь к этому инструменту и желание развиваться в этом направлении и дальше. И спасибо всем, кто решил научить меня играть на Домбре. Мне очень нравится Домбра. Я научилась играть много песен и очень хорошо знаю все ноты. Напомним, президент Республики Казахстан, Султан Азарбаев, издал указ, согласно которому каждое первое воскресенье июля будут отмечать День Домбры. В 2018 году праздник выпал на 1 июля. В этот день дети исполнили многие известные кии, которые отражают историю казахского народа. И даже плохая погода не стала помехой празднованию Национального дня Домбры. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Младенцам, которые появились на свет 1 июля, подарили по Домбре. Специалисты Управления здравоохранения, Центра здорового образа жизни, а также члены областной ассамблеи народа Казахстана решили по-своему поздравить рожденных в Национальный день Домбры. 1 июля ознаменовалась пополнением в семье Холкиных, жителей Октябрьского района. У Ларисы Холкиной родилась вторая дочь. Девочку назвали Натальей. В радостный для семейства день дважды маму и маленькую Наташу навестили гости из Центра здорового образа жизни, Управления здравоохранения и Ассамблеи народа Казахстана. Лариса Холкина с благодарностью приняла музыкальный инструмент и отметила, что подаренная Домбра станет хорошим поводом привить дочери любовь и интерес к музыке. Почему бы и нет девочка, если будет в музыке, мне кажется, это очень даже неплохо. Тем более у нее есть теперь Домбра. Не у всех есть Домбра. У нас есть. Следующим на очереди после регионального Акушерско-гинекологического центра стал областной перинатальный центр. Здесь, в национальный день Домбры, на свет появились семь малышей. Первым из них родился мальчик по имени Султан. Счастливая мама Айдана Арман выразила гостям благодарность за визит и столь прекрасный подарок. Это очень волнительное событие. Это наш первенец и долгожданный ребенок. Очень радует, что он появился на свет в национальный праздник, в день Домбры. Это не просто инструмент, а настоящая ценность казахского народа. Сегодня Казахстан процветает. И мы счастливы за то поколение, которое сегодня рождается. Пусть на ней будет много всегда батыров, таких, как вот сегодня появился Султан. Он благословен Всевышним. И по поручению нашего областного председателя Ассамблеи народа Казахстана, Ерлана Жакановича Кашанова, мы сегодня этому маленькому батыру, нашему продолжателю нашему поколению, обручили эту святую Домбру. Данная акция была организована с целью пропаганды национального дня Домбры. Участники мероприятия отметили, что каждому из младенцев, родившихся 1 июля, они желают крепкого здоровья, а также, чтобы подаренная Домбра стала их спутником на жизненном пути. Этот праздник был учрежден нашим президентом в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. Мы хотим, чтобы детей, рожденных в этот прекрасный день, всегда сопровождали звуки Домбры. Последним пунктом назначения участников акции стал родильный дом «Тимиртау». Поздравить первого малыша, появившегося на свет в этом роддоме, пришел соратник президента Куанэш Умашев. Домбра – наш священный инструмент. Игра на Домбре дарит людям радость. Я считаю, что эта акция – хорошее начало празднования Дня Домбры. Пусть эти дети растут в период процветания нашего Казахстана. Организаторы отметили, что данная акция будет проводиться и в последующие годы. Чтобы не повторялась прошлогодняя ситуация с дефицитом угля, жителям Караганды советуют закупать его на зиму уже сегодня. В регионе увеличили объем поставки угля для жителей. В этом убедился заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. В настоящее время склады переполнены углем. Цены варьируются от 7,5 до 14 тысяч тенге. Сегодня очередей не наблюдаются. Поставщики заявляют, что массово карагандинцы начнут скупать уголь только осенью. По мнению областных властей, именно ажиотаж и стал причиной дефицита угля полгода назад. Кроме того, свою негативную роль сыграли и перекупщики-спекулянты. Чтобы ситуация не повторилась, карьеры увеличили добычу топлива для продажи населению на 25%. А власти информируют население об адресах точек реализации угля без посредников, которые уже начали работать с 1 июля. Вот сейчас здесь, как вы видите, есть и шубаркульский уголь в наличии свободно, есть и уголь других разрезов от Комера. Поэтому вот такая большая просьба к населению, чтобы не ждать горячей опоры, чтобы не становиться жертвами спекуляции именно горячего периода. Приобретать уголь сейчас, он в свободном доступе. По стоимости не отличается от прошлого года. 11 тысяч 100 тенге, на 100 тенге увеличение. На других тупиках 11 тысяч. Шубаркульский уголь в наличии есть. И все же проблема перекупщиков-спекулянтов актуальна и сегодня. Житель Караганды Владимир Вершинин решил последовать совету властей и начать приобретать уголь с лета, частями. Причем привезти решил сам, не полагаясь на поставщиков по объявлению, которых он обвиняет в недобросовестности. Я знаю, что у них печка, вот у моих соседей прямая труба, колодцы, не мешает тяга хорошая, уголь должен сгорать полностью. А привозят землю, практически ее мешают, добавляют что-то. В общем, поставщики нечестно ведут, обманывают на весах. Весы у многих не соответствуют, я сам убеждался. Чтобы избежать ажиотажа, необходимо уже сегодня позаботиться о топливе на зиму, советуют чиновники. А чтобы уголь не расхватали наши соседи, с акиматами других областей также проведена работа, заявляет Алма Сайдаров. Кроме того, мы отработали с нашими коллегами из других областей, чтобы тоже у них было понимание, сколько угля, в какие регионы мы будем доставлять. В основном спросом пользуется шубаркульский уголь, как вы знаете, но его доля на рынке Казахстана, в коммунальном бытовом, она небольшая, всего 30%, поэтому области тоже должны у себя эти планировать. И мы этот график с ними отработали, также просим в летние месяцы побольше закупиться. В этом году угля должно хватить всем, заявляют поставщики. По области действуют 23 точки его реализации, из которых 3 находятся в Караганде. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали победителей регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана-2018». 80 предприятий индивидуальных предпринимателей представили свою продукцию на обозрение судей конкурса. Традиционную выставку посетил заместитель Акима Караганинской области Алмаз Айдаров. В текущем году традиционная выставка конкурс отличилась изобилием самых разных товаров. В числе малоизвестных, но заслуживающей внимания оказалась продукция компании «Евразия Инвест». Мало кто знает, что в Асакаровском районе расположена точная копия немецкого завода, где производят сухое кобылье молоко. В ходе реализации проекта было создано около 150 рабочих мест. В настоящее время «Евразия Инвест» поставляет полезное сухое кобылье молоко на полки супермаркетов и аптек. Эта продукция уникальна тем, что это идет кобылье молоко именно парное. То есть это не кумыс, именно парное молоко кобылье по немецкой технологии методом сублимации. Это метод холодной сушки. Его высушивают при низкой температуре, что позволяет и свойствия ему сохранить, и при этом хранится он намного дольше. То есть до года у него срок годности. В отличие от парного кобыльного молока, которое нужно успеть выпить в первую три часа. Победители выбирали в трех номинациях. Лучшие товары производственного назначения, лучшие продовольственные товары и лучшие товары для населения. Одними из победителей в последний стал Карагандинский фармацевтический комплекс. Сегодня компания осуществляет трансфер технологий от ведущих мировых производителей и тем самым увеличивает экспорт отечественных лекарственных препаратов и уменьшает импортозависимость казахстанского фармацевтического рынка. Стоит отметить, что конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проводится десятый год подряд. Со вступительным словом на юбилейном конкурсе выступил заместитель Акима области Алмаз Айдаров. В этом году была утверждена специальная номинация «Бизнес-жарше» для определения лучшего масс-медиа для бизнеса. За активное освещение проблем бизнеса и предпринимателей наградили телеканал «Первый Карагандинский». Ряд награжденных в основных номинациях составили компании «Карагандокос», «Ренмил», «Каспласт», «Ресайклинг Компани» и многие другие. Призакима области за высокие достижения в области качества присудили компании «Севен Рефракторис». Это первый и единственный завод в стране по производству монолитных огнеупорных материалов. Теперь предприятиям-победителям предстоит защищать честь нашего региона на республиканском конкурсе, который пройдет в конце года в Астане. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганду посетил потомок известного акына и летописца Бухаржирау Калкаманулы в седьмом поколении. Мероприятие посвящено 350-летию акына. Оно состоялось в Доме дружбы. Гости сумели ознакомиться с работами учеников школы искусств Бухаржирауского района и увидеть выставленные на обозрение посетителей книги об акыне. Мероприятие под названием «Бухар-Намэ» привлекло много внимания после того, как стало известно, что его посетит потомок Бухаржирау в седьмом поколении. Кабдул-Самих Айткожин является доктором юридических наук, а также заведующим одной из кафедр Евразийской юридической академии имени Кунаева. Профессор отмечает, что поездка в Карагандинскую область произвела на него большое впечатление. Конечно, это для меня большая честь представлять своего родного предка в родном краю. Сегодня я был в поселке Подогора, где прошло мое чествование как родного потомка. Меня поразил отношение народа к сохранению памяти о своем великом предке, потому что Бухаржира принадлежит не только казахскому народу, он принадлежит всей стране, всему человечеству. Участие в мероприятии приняли известные в регионе личности – Акыны и ученые. В списке приглашенных гостей оказались и руководитель класса Жешежирау Дидар Камиев, а также автор эмблемы празднования 350-летия Бухаржрау Амантай Акишев. Мероприятие стартовало с выставки книг о биографии Акына. В этом мероприятии участвуют представители разных центров и будут выступления на русском, украинском и армянском языках. Также мы оформили выставку книжную, мы поместили полностью весь материал по Бухаржирау. Примечательно, что потомок Бухаржирау готовит про своего знаменитого предка статью. Материал будет опубликован на английском языке, чтобы об одной из ключевых исторических фигур казахского народа прошлых столетий стало известно далеко за пределами Казахстана и стран СНГ. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok